Доброе утро! Сегодняшний день, 29 октября 2015 года, в историю Красноярска войдет как день, когда 4-й мост наконец-таки открылся для транспорта. Будем очень на это надеяться, он сегодня открывается через несколько часов, а наш коллега Александр Смол находится сейчас на месте событий и нам, наверное, расскажет, как очевидец, что сейчас там происходит. Доброе утро, Саша, еще раз тебе. Доброе утро! Открытый доступ для машин. Доброе утро! Здравствуйте, зрители! Вот мы сегодня находимся на открытии 4-го моста через Енисей. Вы знаете, это действительно уникальное событие для нашего города, наверное, для вообще всего нашего края. И у нас есть возможность первыми как раз посмотреть на это. Вот как это будет выглядеть. Давайте я вас познакомлю. Вот такая сцена здесь организована. Тут будут выступать первые лица города и края. Здесь будет огромный экран, на котором тоже можно будет посмотреть, как все это будет происходить. Ну, если вот таким обывательским взглядом на это посмотреть, то, в принципе, практически, мне кажется, все готово. Здесь уже есть воздушные шары. Ребята, технический персонал уже готовится к открытию. Ну, давайте немного покажем вам панораму, да, как это выглядит. Вот, собственно, тот самый мост. Четвертый мост через Енисей, по которому сейчас уже маленькие технические работы идут и завершаются практически. То есть убирают какой-то строительный мусор, который остался там с последних приготовлений. Если честно, немного даже достраивает ограждения. Программа праздника такая. К 11... Вот слышите, уже началась музыка. Где-то в 10 часов утра здесь будет играть уже фоновая музыка. Спасибо. В 11 часов, в 11.30 будет официальное открытие, куда приедут все высокопоставленные лица нашего города и края. Они как раз перережут ленточку. В это время на правом берегу достанут ту самую капсулу, которую заложили при строительстве моста. Ее перевезут на левый берег. И вот как раз на этой сцене ее откроют и прочитают то послание, которое было в нее заложено. Ну, я чуть-чуть этого послания знаю. Там просто зафиксировано, что Сергей Шойгу, Петр Иванович Пимашков, Лев Кузнецов закладывали эту капсулу в их присутствии. И вот часть того послания они прочитают здесь. Ну, мы что вам еще хотим показать? В принципе, вот уже все готово. Давайте, Павел, мы сегодня с Павлом тут мерзнем. Если честно, в туфельках вот на этом покрытии немножко холодно. Вот видите, такие последние технические работы. Да, вот уже практически все готово. Но, тем не менее, остался еще вот такой вот небольшой мусор. Ну, да, вот можно видеть сейчас опоры. Вообще длина моста довольно большая. Вот видите, технический персонал уже поехал. После 10 часов колонна откроет мост. Колонна с техникой, которая принимала участие в строительстве моста. Да, вот как раз все строители, кто был занят на этом серьезном тяжелом объекте, да, они поедут на правый берег, а потом уже с капсулой вернутся. Сегодня еще запланировано пробег ретроавтомобилей здесь. В общем, огромное количество мероприятий. Я так понимаю, что, в принципе, все люди, кто захочет сюда прийти и посмотреть, я думаю, что это возможно, потому что мы лично не встретили никаких преград. Знаете, как это обычно бывает? Сегодня сюда нельзя, закрыто для ВИП. Ну вот, может быть, мы тоже ВИП, зрители программы «Новое утро». А может быть, просто сегодня это правда очень доступное, хорошее, приятное мероприятие. Я даже сейчас встретился с человеком, который принимал участие в строительстве из Новосибирска, специально приехал, говорит, вот как мы все установили, посмотрите, как все красиво. Ну, в принципе, да, здесь все интересно. Последние технические работы, вот, Павел, покажи, смотри, как убирают. Вот как раз за будочкой, за будочкой. Вот видите, автобус с рабочими, вот, делает последнее приготовление, расчищает, так сказать, грунт. Ну, ну все, ждем следующих включений, покажем, как там будет все происходить. Друзья, хорошего вам утра. Да, Саш, Саш, ты нас слышишь сейчас? Можно тебе вопрос задать, уточняющий, да? Слышу, слышу. Где именно ты находишься? Мы поняли уже, что ты на левом берегу. Ну, как этот адрес звучит? Не знаю, куда, если что, подъехать можно к мосту? Что там рядом находится? Ну, знаете, здесь только один подъезд, вот, по улице Дубровинского. Так. Как раз есть подъем, вот, вот, его отсюда видно, вот, видите? То есть пока только через центр. И по кольцу такому поднимаетесь наверх. То есть это кольцо уже функционирует, и можно подъехать, да? Кольцо функционирует. Подъем этот очень давно уже функционирует, уже недели две-три можно было сделать вот это кольцо. То есть люди уже ездили и смотрели. Но на самом мост, к сожалению, пока заехать нельзя. Но сегодня ведь только автобус там будет курсировать, 31-й, по-моему, да? На легковом транспорте пока еще нельзя. На таком просто личном. Да, да, вот вы знаете, если честно, вот таких точных данных, когда поедет личный транспорт по мосту, еще нет. Вроде бы, может быть, и сегодня даже запустят. Официально известно, что автобус поедет именно сегодня. 31-й, который соединяет «Академгородок» и «Правый берег», он как раз сегодня первый получит честь с пассажирами проехать через новый мост. Саш, скажи, а там есть какие-то парковки? Если люди на личном транспорте приедут на открытие, то есть можно будет где-то автранспорт? Честно, я вам скажу, вот посмотрите, как мы припаркованы. Как вы припаркованы? Вот здесь сотрудники полиции, видите, вот наша машина, новостей ТВК стоит, передающая станция. Здесь отсыпанная парковка, часть, но я думаю, что она будет закрыта. Потому что здесь ожидается довольно много людей, и я думаю, что машины просто все не войдут. Но пешком, конечно, я думаю, подойти можно будет и посмотреть. Но пока мы еще вернемся примерно через полчаса к Александру Смолу, пока он посчитает количество полос на мосту. Действительно ли мост широкий, и он будет справляться с потоком транспорта. Сейчас давайте ненадолго прервемся, скоро в студии будем приветствовать нашу гостью и поговорим об орхидеях.